Андрей, Каплин Андрей, я из Иркутска, оленевод, приехал на соревнование. Я Борис Дмитрий Абанович Сычёгик, приехал с всех богачёных, сейчас на пенсии, на 90-е, не занимаюсь. Да, ты знаешь, что вы едете? Так, проведу ранчик в деревне Сыкеи, по дороге в центре Мороза-Богачёна. Я Степан Андреевич Сычёгик, тоже сюда приехал, участвую в Нюриньке, в соревнованиях. Также живу в Титехе-Титехе, в деревне Титехе живу, тоже сейчас оленей держу. Сейчас волков много стал, но оленей давит. Ну вот как раз вы озвучили одну из проблем в оленеводстве, да? Ну, то, что волков много стало. А ещё с какими проблемами оленеводы сталкиваются? Словно с волками, это постоянно. Это одно из главных причин, да? Да. В основном с волками. Весной, когда мальчик клят, растает, то волки придут, медведи. А что это так, если они там с волком, там, следок, снега-то нет, не видно же. Как нет. Государственной программы нет с этим уничтожением? Ну, есть там этот какой-то волков уничтожение. Ну, говорили, что будут остреливать, но это не гуманно, капли, сказали. А там капли, что-то, где-то, где-то, только зимой живут. А травы тоже будут не положены. А не положено. А капканами? Да, капканами сложно. Сложные, мишки, да? Капканы тоже, да, видры. Тоже запретили капканы. Да ещё и на волка лицензию сделали. Без документов нельзя добывать. Такую сумму. А как обстоят дела с добывающими компаниями у вас? Например, есть проблемы, которые связаны с ними? Например, вот сокращение пастбищных угодий. Ну, так-то сильно это не было. Но они приходят, что-нибудь, прогуляют, 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 прогуляют. Поэтому почему-то волки приходят. Сейчас очень много говорят об изменении климата, да? В основном о потеплении, говоря. Да, да. Вы сами, вот как коленеводы на себя это чувствуете? Пошла раньше, чем раньше. До охоты 15 октября мы сзади уже снег снова. А сейчас в конце октября, в середине ноября, вот этот снег. Наверное, с потеплением и связано то, что миграция животных изменилась, да? Диких животных. А у вас, вот вы, скажите, какие изменения у вас в жизни ольневодов, да? Вот со времен советской вот времени, да? Или сейчас? Ну, как скажем, капитализм. Есть какие-нибудь изменения в лучшую сторону, в худшую сторону? Ну, в худшую сторону, в худшую, например, хотя бы вот эти субсидии дают, эти субсидии, вот эти субсидии. А в худшую, вот эти мягкие компании, раньше-то не так усилили, тем более иногда не знаем, кто заходит, но все эти субсидии. А сейчас вот в оленеводческих бригадах насколько оленеводы пользуются новыми технологиями? Вообще, можно сказать, сильно не пользуются. Да? Нет, вот интернета нет. Ну, у него есть спутниковые телефоны, солнечные батареи, бураны. Да, вот эти, где ходу бураны дают. Но они интернет, допустим, связь не каждому. Я сам покупал. А, покупать? Да, я сам покупал. Уберять не? Да. Еще. А, ну, какие еще вопросы? Вот тогда, значит, у вас, раз интернет есть, у нас связь с поселком, да, вот, вы, наверное, далеко находитесь. Какие-то у вас есть, да, получается? По интернету я везде, с городами связываюсь везде. А вы держите связь, производственную связь с оленеводами в Якутии? Есть такое у вас? Например, ватсап, группа, общий метод. Нет, да, первый раз приехали сюда. Первый раз приехали, никакое впечатление, первое впечатление. Прямо с самолета. Ну, вот, самолет это, могу сказать, холодно. Холодно, в первую очередь, да? Ветер. Это называется не холодно. Ветер, это у вас всегда такой, что ли? Постоянный ветер? Нет, постоянно такой ветер. Весной, да, ветры бывают. Нет попадания! И сегодня вот первый день международного чемпионата, да? Тоже от этого, хотя, может, есть у вас начальное какое-нибудь впечатление от чемпионата? И как вы считаете, будучием, нужно ли проводить вот такие мероприятия? Оно необходимо для оленевода? Ну, так-то, да. Можно посмотреть, послушать. Отменяться опытом, да? У меня это интересно, интересно, что сюда прибыли. Такое расстояние, большое расстояние, и раз, если как, есть какие-то разные люди. А вот в Йенгре оленей вам одолжат, да? Да. А вот так сказали? Приготовлены. Вот я смотрю, вы молодые люди, да, и насколько вот оленеводцам у вас остается работать по оленеводу. Молодые, и желающих много, и... Да, у нас там мало линия осталось там. Мало уже, извините, сголки тут уже покончали, ужас. Вот скоро уже не будет. Ну, как-то поднимали вопрос, что может быть, закупят, но нам сказали, что... Еще один важный вопрос. Вы между собой как разговариваете, по-авенкийски знаете, да? Разговариваете, у вас язык как на гавзарском уровне поддерживается? Школы есть? Нет. Нету, в школе не преподают, да? Да, по-авенкийски, может, там бывает. А вы сейчас можете что-нибудь сказать на оленкийском языке? А что? А то вы спрашиваете. Например, вы, Гордово, там, представиться на оленкийском, мне столько-то лет. Это вы что сказали? Да, я далека приехал, здесь мне понравилось, и я еще приезжаю. А вы прямо с детства занимаетесь, ну, этот, да? Да, да. А я вообще русский язык-то кое-как научился у меня. Родители тоже оленеводами были? Да. Вы тоже, да? Всю жизнь оленеводствовали? Ну, я так поняла, что у вас тогда, получается, ваш родной язык, как иностранный язык изучаете, да? Ну, почти нет. А вы молодец тогда, вот, никакой вот программы нету, чтобы сохранить язык? Да есть там какие-то, бывает иногда. Там есть, но это не только, оно все равно, это, если уже взрослый человек изучает иностранный язык, там, уенкийский уже, он уже не так будет говорить, как я, акцент меняется, там, что-то, литературные слова там пишутся, а если тот человек, который написал этот, уенкийский, другой, участвовал ребенок, уже по-другому получается. А вы прямо с родителями разговаривали, да, с малых лет на русском? Да, да. Я говорю, я до 6-7 лет вообще не дал русский язык, ой, как научился по-русскому развивать. А так я, мать на уенкийском говорит, я говорю на русском. Или мы также по радиостанции, уходим там, посетники, по-русски разговариваем, я по-русски говорю. Спасибо большое вам. Спасибо большое вам. Спасибо большое.